На этой неделе природоохранные структуры все-таки назвали главного подозреваемого во вредных выбросах, от которых омичи страдают уже больше двух недель. По данным Росприроднадзора, виноват Нижегородский институт прикладных технологий. Его специалисты, по версии надзорных органов, нарушили технологии при работах на очистных сооружениях нефтеперерабатывающего завода. Представители Нижегородской компании свою вину отрицают, так же, как и специалисты Омского нефтеперерабатывающего завода, версии произошедшего у Ольги Качкуровой. Еще несколько недель назад большинство омичей существований буферных прудов ничего не знало. Сегодня это самая обсуждаемая тема. Выглядят они, как большое замерзшее озеро, по заявлению Росприроднадзора. Именно этот объект и является причиной резкого неприятного запаха в городе. По версии надзорного органа, спецтехника раскопала отходы нефтепереработки, копившиеся здесь с середины прошлого века. Тогда на предприятии обрабатывали сырье стуймазинского месторождения с высоким содержанием серы. Кроме того, в 70-х буферные пруды горели, и высокие температуры тоже могли стать причиной образования этилмеркаптана. Ну вот парадокс. Получается, что город задыхается из-за отходов нефтезавода, но сам НПЗ тут ни при чем. Виновными назвали подрядчиков Нижегородский институт прикладных технологий. Значит, Омский нефтеперерабатывающий завод может нести ответственности в зависимости от возложения обязанностей на заказчика, подрядчика и субподрядчика. Значит, мы пока эту ответственность, степень ответственности не определили, все это дело будет определено в ходе проведения соответствующих мероприятий. Нести ответственность за испорченный воздух в Омске нижегородцы не согласились. И заявили, что, цитирую, готовы создать независимую экспертную комиссию и обратиться в суд в связи с обвинениями Росприроднадзора в Омске. Это вещество, оно легче воды. И оно не может оседать на осадок. То есть заявление о том, что в результате того, что работа с осадком привела к выделению таких газов, оно противоречит любой логике школьного уровня. Чтобы доказать, что источник запаха находится не в буферных прудах, руководство НПЗ предложило журналистам убедиться в этом самим. Основная задача этих работ – выполнить предписание Ростехнадзора по декларации промышленной безопасности. Нам было предписано выполнить работу по укреплению дамб. Это солома и опил. Поэтому ничего тут, никакой химии не применяется. Мы проверили, принюхались. Резкого запаха на буферных прудах действительно нет. Но экологи уверяют, что отсутствие зловонья на производстве ни о чем не говорит. Принцип ликвидации загрязнения и рассеивания в воздухе, он о чем говорит? Нужно трубу повыше, чтобы воздух вылетел. И потом в разные стороны разлетевшись, смешался, я имею в виду загрязняющее вещество вылетело, смешалось бы с воздухом. И концентрация понизилась до уровней, которые называются ПДК и ниже. Впрочем, возможно, и воздух станет чище. В конце марта синоптики обещают перемены в погоде. Ольга Качкурова, Александр Рябуха и Алексей Попов. Омск здесь.